Чемпионат области по бильярдному спорту впервые стал воспитанником отделения бильярда областной спортивной школы единоборств. Кирилл Юрин в комбинированной пирамиде одолел соперников гораздо более опытных. Но на этом сюрпризы областного чемпионата не закончились. Рассказывает Алла Лавриненко. К бильярдным столам клуба Шара вышли 24 сильнейших спортсмена области. Активное участие в чемпионате приняли представители Первомайска. Впервые трое из них вошли в восьмерку сильнейших. А вот до полуфинала, кроме игрока из Мичуринска, добрались воспитанники отделения бильярда областной спортшколы единоборств. Тоже трое и тоже впервые. Вот этот успех я на этом чемпионате, скажем так, предвидел уже. Если раньше я как говорил, ну, кто-то может быть помнит это интервью, что ни один из видов спорта не может развиваться без развития детского, да. То вот сейчас вот этот детский, он уже возмужал и стал приносить результаты. Финал получился Тамбовским. Отношения выясняли подопечные Сергея Басова, Кирилл Юрин и Михаил Никишин. Острой борьбы не получилось. Допустив несколько ошибок, Миша занервничал и игра расклеилась. Тогда как Кирилл уверенно уходил вперед и в итоге выиграл со счетом 4-1. Всего год назад мало кто из специалистов мог предположить, что из непоседливого озорного мальчишки вырастет чемпион области. Эта победа первая в его спортивной карьере, одержанная на взрослых соревнованиях. Я сам собрался, стал тренироваться, чтобы добиться каких-то результатов. Я очень рада, соперник были сложные, я очень рад, что я их обыграл. А бронзовую медаль областных соревнований оспаривали мичуринец Роман Колтаков и опять же воспитанник Сергея Басова Игорь Пахомов. Некоторая небрежность и невнимательность молодого спортсмена привела к тому, что награда досталась представителю наукограда. Роман не зря отпросился с работы. До этого на областных чемпионатах ему не удавалось попасть в призы. Кроме того, эта бронза принесла ему разряд кандидатов в мастера спорта. Алла Лавриненко, Владимир Крынкин, Вести Тамбов.